Новости валились там каждые две минуты, как вы видите. Единственное, что меня сразу насторожило, вот эта новость о похищении, о том, что его похитили. А сообщили, понимаете, если знали, что его похитили, должны были сказать, где его похитили, как его похитили, кто его похитил. Ну, хотя бы приблизительно. Если человека, то я думаю, что просто ошибка была в формулировках, на самом деле должны были сообщить, что он пропал. Попал. Если он пропал, тогда действительно непонятно, он не отвечает на звонки, а если идет речь о похищении, значит уже знают. Ну ладно, это мы так пропустили, потом начали работать, но, возвращаясь, вы совершенно правы, потому что у меня даже до всех показатель, это реакция. Реакция даже не только в Фейсбуке, ладно, бог с ним, с Фейсбуком. А мы прекрасно знаем и людей, думаю, что у всех знакомые есть, которые в Фейсбук не находятся, а смотрят телевизор и все остальное. Вы знаете, это полное отсутствие, во всяком случае, моих знакомых, полное отсутствие сочувствия. Изначально. И это действительно такой звоночек по всем. И мне кажется, это должно пугать далеко ни одного депутата Гончаренко. Совершенно, абсолютно точно. И не только депутата. Абсолютно точно. Я сейчас не фигуре этого конкретного Гончаренко. Я абсолютно согласен с тем, что вот по поводу фейковости вот этого налета, который был, ведь, дайте прямо говорить, за последний год-полтора мы несколько раз сталкивались с новостями, которые, казалось бы, трагичные, но потом выявились то ли фейками, то ли постановками. То нам объясняли, что, значит, отбили какого-то нашего парня у российской разведки, потом выясняется со съемками, потом выясняется, что это была постановочная съемка, следственный эксперимент, как вы помните. То еще происходят другие вещи. То есть, на самом деле, вот это недоверие к тому, что показывают и рассказывают, это есть. И я думаю, что все, кто это делает, должны об этом серьезно задуматься. Спасибо.